ну я в эфирном пространстве хорошо виктория тогда соединись от всех и всего подымайся выше насчет 3 на диафирном пространстве мы эфирное тело евгений 123 так вижу энергосфера светится но как будто бы в каком-то пузыре и кто-то вот так как в плечо вот сюда вот такие идет движение черный черная такая как как пика она как крючок прямо из сектора магии и так тык-тык в правую руку именно вот сюда почему-то что-то еще которые для считаем эфирной днк еле это да это ты и так интересно когда я считываю я вижу лицо вижу тебя как будто ты сидишь вот за столом одновременно вижу в эфирном пространстве и идет еще имя и фамилия считывается до со всех уровней вот хорошо виктория спасибо мало того когда я дальше развиваю смотреть я слышу эфирный двойник то есть это как копия эфирная копия хранящаяся у первотворца и от этой копии идет такой как она как капля такая с длинной такой это типа зеркальце такое еще одна копия находится это как высшие вот эти все сердечные чакры идут такие лучи и тут лучи а вокруг на конце каждого лучика такие шарики рассчитывается пространство любви энергия любви то если истинные возможности ну ладно можно интересно ваша викторе спроси у меня разрешение потрудиться но и для меня ты разрешаешь и показываешь на на руку на правую руку в это место вот это слово идет долбаторит долбаторит они долбаторит что это слово означает откуда на секторе интерферентов появляется такой объект какой-то как огромная жаба какая-то языком так а секторе магии кто-то будто посидит и пишет кто это в секторе магии приказываем проявить согласно его физическое днк отвечать кто он такой появляется какой-то силуэт черный как мужчина такой маленького роста с огромнейшей черной головой на ой не головой короной на голове и такие лучи черные большие с такими какими-то а насчитывается как жестяная банка это корона то есть это пустое надуманное она звенит даже как жестянка пустая плоские такие какие-то эти как диски на концах это корона и корона это давид этого человечка приказываем отвечать кто он такой рассчитывается что он распался распался я вижу как распадается это личность это сущность от или этот человек это человек на три составляющие первое это черный вот это дух толпаторить второе слой ушел серый искусственный интеллект то программы и 3 пласт такой как шарик белый такой энергетический истинная сущность человека а все вместе так на физике кто приказываем проявиться на физике кто он такой ответить кто он такой как мы его знаем и илья он называет себя монастырским сейчас я посмотрю я слышу что он путает в эфирном пространстве путает он как будто бы такой кистью широкой вот так замазывает черной кистью замазывает а замазывает он слово так что он замазывает приказу ему показать так я вижу я хочу убедиться что это он потому что его имя сразу слышала там бороду увидела тельняшку типа белые черные полосы на груди приказываем его брать все его иллюзии зеркала эти защиты на снятие магии колдовства приказано убрать он вышел как будто из какого-то куба я услышала его голос и его лицо увидела приказывая ему написать приказано писать истину кто он такой считывается сумасшедший брат что это брат кому приказано отвечать он кричит я займу твое место к тебе кричит кричит я как истерит зиму твое место потом он показывает на тот эфирный двойник который я сказала что еще один есть как будто бы возле правой ноги и он говорит я изменю твое эфирное днк я уберу из памяти твою принадлежность к божественному роду и и говорит что перепишет историю вспять у него книга появляется с черными какими-то иероглифами и какое-то колесо колесо которое он знаешь как на морское колесо пиратское вот он как командир корабля или этот ведущий я вижу как он руками хватается за эти ручки на этом колесе крутит в противоположную сторону и когда это крутит колесо то такие получается как лопасти которые вытаскивают снизу какую-то энергию знаешь как крутится водяное колесо и воду вот так черпает черпает вот так точно он вытаскивает какую-то я слышу волокнистую энергию которая считывается как стекло с такими волокнами как стекловата вот снизу она такая вязкая белая не белая такая как прозрачная а под низом начинает бушевать черное море но не черное которое украинское море а море какое-то другое но вода в нем как будто бы черная считывается мир иллюзий а как это связано со мной что это он делает вижу что у тебя в руке вот там куда он целится есть что-то к чему он стремится что его притягивает там я вижу в руке находится прозрачный шарик вот как и сердце твоего выходили эти лучи считывается божественное сознание любовь и один этих из этих лучей вот в руке а на конце такой я слышу субъект доверия шарик такой слышу доверительные отношения сейчас я хочу заглубиться и посмотреть какое реально событие то смотри виктория что на физике происходило связано с этой ситуацией так я вижу идет такой высокий человек в какой-то туники длинная как плащ такой разноцветный и оглядывается назад а сзади какой-то человек он как будто бы вырос из сектора интерферента и как-то нагнулся услужливо так и смотрит ехидно на этого высокого человека этот человек высокий пришел сел на трон сейчас я посмотрю где-то это царство это трон и от это человек показывает это я софия этот и он показывает вот так рукой вверх а буквально над троном чуть-чуть слева такой диск большой и желтый диск на этом диске арабский что-то написано наверное что какие-то каракули а этот человек говорит этого раньше не было и говорит там был я ну вот это закрыто андроник я слышу а вот там идет какой-то как портал там где это закрыто этой штукой золотой там такой идет как знаешь бывает такое как лучик света про проникает в темное помещение таким лучиком за и вот так этот лучик идет он идет сейчас направляется как бы сектор первотворца я слышу что это источник вдохновения царь сидит он любил там сидеть там кресло такое стояло как трон как стол рабочий он как бы вижу слышу государственный муж какие-то бумаги пишет это ты а этот человек от он прозвучал прозвучало имя другого этот который как бы услуживает прислуживает когда к полу нагнулся как бы к этому плащу которой длинный такой ничьи хочет потрогать его а это илья римофейский этот да она таки прозвучало так зачем ему потрогать этот плащ зачем ему это ну да он говорит показывает на этот шарик руки говорить что дотронуться до истины а что это там такое интересное здесь вида плечо под одеждой знаешь я так смотрю вот плечо округлое потом эти мускулы вот тут такие такой мускулистый был и мускулы и между ними что-то спрятано буквально между этими двумя как бицепс и трицепс и знаешь вот здесь там какое-то важное событие сейчас я посмотрю я вижу слышу рождение младенца григорий нет какой-то другой младенец что это за младенец этот младенец имеет вид младенца который как будто бы на спинке лежит а ручки-ножки вот так и идет вот это черепаха из своего сна вижу этот бассейн с черепахами ребенок этот и он он иосифа рифа рима фейский чиновник считывается как двойник подстава вижу как там сидит человек секре магии и у него голова как разделена его все пространство разделено левая часть черная правая прозрачная и белая сейчас интересно как эти энергии они все переплетаются и каждая энергия имеет свое начало начало только два или в секторе интерферентов к антимиру или к божественному источнику я вижу этот человек он такой коренастый этот и он прячется футболку такую полосатую вот так запрятан я ему приказываю называться кто он у него подключка сильнейшая к его нижней чакре прямо видно это анатомические особенности человеческие а он пытается натянуть на себя такой какой-то плащ он переписывает историю слышится выдумывает историю о себе это илья он и считывается как и я и вот этот иосиф считывается истинный подлец это он же там все и софии вот это все эти фрески передел да я вижу я слышу по его велению и по велению этого черного духа который в нем он разделен у него у него шизофрения четко выраженная шизофрения и вот это разделение распад личности человеческой это шизофреников так вижу вот у него идет полный распад то есть потому что нельзя соединить несоединяемые божественный дух не соединяясь с демоническими поэтому идет против противостояния и вот эти распад серая часть да это как эти как середина это как считывается программы но они как утилизируется то есть вот эти черные магические это дух преисподней скажем так дух антимира дух люцифера вот эта черная энергия серая это уже симбиоз человеческой натуры плюс этот дух демонический и получается как мы говорим это программы да или парадигмы по которым живут живет человек потому что парадигма вырабатывает энергию а вот это колесо да то есть мировоззрение человека формирует его энергетику и вот его мировоззрение демоническое она вот это колесо я вижу как вытаскивает буквально из ниоткуда этот дух демонические эти программы эту всю ересь и он говорит что он заложил бомбу вот здесь руки заложил бомбу говорит познание добра и слава он говорит что он рожденный заново и показывает эту корону огромную черную говорит чтобы стать люцифером вот эта корона люциферианская оказывается это жестянка и он говорит чтобы стать люцифером и так он ими есть это да я вижу какие-то события из того воплощения и с этого он прикидывался другом я вижу как он эти энергии предательства как будто бы обнимает сзади так и в правую щеку целует я так думаю что это он и иуда есть по смыслу да да ну а карму же перебросить надо на кого-то ну вот и кого-то придумал ну вот снова проявляется этот младенец что это за младенец в этом младенце он вот так от отсюда твоей руки идет как многомерные такие повторяющиеся шарики и он вот так вот как бы плывет к сектору интерферентов и здесь он как бы прозрачный но в нем есть какая-то черная . потом он чернеет переходит туда вот и становится ильей и этим аримафейским а слышу я еще такое имя идет как предстеча молка какой-то там диван притеча пророк какой-то там да но это как пророк был это еще как-то раньше и вот идет как будто бы этот илья который когда это был раньше он считывает лица не пророк а колдун на так именовали иона крестителя как предтеча да но предтеча это что еще чему-либо да да но она как-то тоже все искусственно она не имеет не вижу я она все идет как бы вытащена снизу а илья говорит что это его пафос говорит это мой пафос вижу как его голове как грелка такая слышу лимбическая систему она как медуза такая в его голове тянется от сектора интерферентов то есть это его собственные измышления и интерпретации интерпретация событий и снова он гремит этой жестяной короной говорит я мать люцифера что это значит мать люцифера он говорит что он породил гордыню люцифера он и люцифер это разные души но я вижу это дух черный который разделен раньше его так не видела сейчас это как полная идет такое расщепление просто идет как расщепление личности вот черный и дух отдельно вот этот серый такой вязкий и как лампочка мигает кто вспыхнет потухнет это часть божественной души которая еще осталась но внутри в сердечной чакре там черный диск такой очень тяжелый считывается ненависть агрессия которая его буквально тянет туда вниз считывается фашизм эти энергии фашизма то есть он я слышу предал многих человека ненависть человека ненавистническая психика психика он ненавидит человеков людей все человеческое божественное он просто ненавидит это его сущность внутренняя сущность он также я слышу считывается как падла а я подумала что это такое я вижу как стервятник такой как орел с такой лысый шей и красный какая-то шея голова буквально как стервятник слышу питающийся мертвечиной то есть он способствует падению человеческой души и распадом этой души он питается этот дух это его сущность а его божественная душа уже на истощение уже ее почти нет а что будет когда она полностью истлеет происходит такой большой бах как взрыв энергетический collapse я слышу что рождение и смерть души ну смерть души когда рождается душа это как целая вселенная рождается происходит такой божественный взрыв в секторе первого творца сияющий такой шар когда она тоже происходит когда душа умирает я слышу коллапс трагедия для вселенной происходит такой как взрыв и душа вот так как-то внутрь и все черное поглощает ее и она уходит рассыпается я слышу на миллиарды частиц такие маленькие-маленькие еле светящиеся и там раскладывается внизу делается такая как какая-то прослойка плоская такая как бумажка беловатого цвета которая уже не светится то есть уже она просто имеет энергетический заряд еще божественного духа и к нему подключки идут каждой этой частицы он считывается как союзник антимира и куда это потом прослойка какова ее суть потом она идет еще ниже там такой есть черный такая же она как такая знаешь как клякса будто бы вылили на пол что-то и это вот это белое такое оно считывается уже как гипноз то есть там уже нет света оно как замороженный свет оттуда такие идут подключки вот так вот так вот так нити черные к такому же объекту черный только объект считывается падшая душа субъект мнения люцифера то есть а и он пожирает я вижу как эти черные энергии появляется как этот бла-бла-бла знаешь этот долбаторить этот эгрегор и он просто пожирает эти частицы он выпивает и они истощаются я слышу издыхают дыхание жизни из них выходит священный дух который поддерживает эту душу возвращается к первотворцу то есть энергия жизни она не поддерживает жизнь я слышу сознание утопии то есть это утопия антимир это утопия его на самом деле не существует это все выдумано это все искусственно нереально и божественный дух возвращается а это сознание души души к первотворцу возвращается не сознание сознание не возвращается сознание остается в антимире а божественный дух эти искорки жизни возвращаются к первотворцу то есть эти коды жизни а само сознание скажем так душа это совокупность всего опыта всех воплощений всех решений всего накопленного опыта но уничтожается уничтожается потому что она становится частью антимира ну как вот съедает этот антимир как человек съел яблочко и уже яблока нет а эти частицы этого фрукта или еще чего то это она этой пищи она стала частью уже физического тела там человека или растения или животного точно так же и здесь оно адаптируется под но я слышу это распадается распад распад это смерть переработка в другое качество его уже там нет это пустота это просто черная пустота это как антивзрыв антивзрыв вот как рождается душа как происходит взрыв божественной энергии расцветание и расширение сознания а здесь наоборот черная дыра черная дыра черная дыра вот эти черные дыры ученые же говорят я вижу что это они говорят что есть маленькие черные дырочки там по миллиметру одному они летают в нашем пространстве кто это это вот эти умершие души которые колдуют которые ненавидят которые проявляют дух люцифера вот потому что все держится на любви что что человек любит то он и выбирает если он любит смерть уничтожение магию он это и выбирает выбирает убивать грабить насиловать врать и так дальше принцип какой кого слушаетесь тот вами отец очень просто что делаете то и получаете ну что делаете тем вы являетесь но принцип вот яблоки эти дерева и яблоки если на яблони растут яблоки хорошие значит это хорошее дерево а если на яблоки ничего не растет то это сухое дерево не приносящие никакие плоды или вообще если там плоды горькие и отравные какие то то это дерево нужно изрубить выбросить мы же в огороде не садим ядовитых яблонь да мы хорошие яблоньки садим и во вселенной тоже все что ядовито все что приносит вред вселенной другим душам идет на истребление это большая ложь что божественная любовь никому ничего не причинит и все будут жить и дальше продолжать вредить вселенной вредить душам хорошо и которые с этим вопросом понятно отсоединяюсь отсоединяюсь от этой ситуации да давай посмотрим когда вот этот копье гарпун появился у меня в пространстве впервые что это было за событие на физическом плане я вижу как этот андроник он и идет а этот илья считывается илья он так наклонился как-то взял полу этого плаща разноцветного я вижу как этот царь или князь он садится на такое деревянное инкрустированное кресло даже вижу как оно выглядит и сбоку стоит такой как стол и он снимает эту корону и положил на стол корону золотая корона в виде такого шара какого-то но это может в эфирном плане так считывает она многомерно я вижу да она такой шар а вокруг такой ободок я вот сверху смотрю и там такие как лучики а на концах такие шарики и все это золотое а этот илья берет эту корону и вот так рукавом чуть-чуть трет зачем-то и она сбоку почернела говорит вел соблуждение царя вел соблуждение царя и вот это идет как поцелуй говорит убил ребенка какого ребенка он убил дроник говорит моей жены что это за ребенок давай посмотрим где его душа кто это посмотрим что было за событие давай посмотрим тот момент когда он вот этот тер эту корону рукавом что на физическом плане было в этот момент я слышу что он подменил царя и когда что-то поменял приказываем отвечать что он сделал что это из-за воздействия на андроника так я слышу что он вложил свое семя в корону первотворца каким образом он это сделал слышу подменил младенца это подмена была на физическом уровне что на физике он сделал чтобы это подменить я вижу такая кровать белая будто бы шелковые простыни и он принес такого ребенка черный энергетический черный ребенок а этого прозрачного сияющего мальчика короче вот петля образовалась он как-то положил из сектора магии на эту кровать положил в эти рюши ну вот постель такая красивая положил этого ребенка а этот прозрачный вот так как-то улетел сектор интерферента да и вот здесь сразу образовался этот шар в твоей руке это сила владельца я вижу как в руке у тебя такая палка как-то на жезл называется жезл власти а здесь точка какая то есть это как символ власти вот там сила рука делающий я вижу я слышу как эта женщина и малка зовут она родила она отдала своего ребенка интересно но она не считывается его жену а я я имею какое-то отношение к этой женщине и молки нет она имеет отношение к этому киосифу киосифу это оттуда идет я вижу в чем был обман он послал я слышу отца какое-то путешествие потому что я вижу как на лошади война какая-то идет на лошади скачет но ты типа скачешь андроник да с таким этим что-то я слышу решать какие-то вопросы уехал из этого из столицы не было когда рожала жена не было андроника да нет так и когда произошла эта подмена я почему-то вижу лицо валерии валерия жена мире а у нее роты видишь повторяющаяся ситуация та же самая ситуация что было перед тем я вижу так я вижу что буквально когда она родила то ребенка сразу забрали положили вот это вот так а что было с тем ребенком которого забрали я слышу монастырь и вижу такие стен и вижу этого мальчика который ходит с такой книжечкой и вот этот долбаторит читает какие-то вот эти молитвы без перестанку а как зовут этого ребенка когда его забрали то я вижу как руки из души этой женщины вот так тянутся за ним а есть и ложат на лоб какой-то тряпочку и дают снадобье какой-то снадобье дают и она как бы спит что ли они там шушукаются я слышу подмена власти и она раз снова вижу твою руку и вот здесь так это григорий это истинный тот предтеча который должен положить конец григорий это тот который отправился в монастырь до а я вижу этого человека он умер он дедушка так это же муж иры он прошлом году умер мы его почистили и он ушел помню вот он я его увидела как все запутано на не запутано взаимосвязано это то что я с детства чувствовала и этот внутренний голос слышала спасти свой рот это все мой рот это наш рот а поэтому столько много людей у нас которые между собой все похожи так и которые какое я имею отношение к тому что подменили этого ребенка где мое разрешение я вижу что ты разрешил вот эту корону потереть и сделать ее черной и ты поддался на уговор покинуть дворец в то время когда жена рожала ребенка она не простила тебя душа душа мире я не не простила это акт предательства таки слышала не помню тебе говорила и нет когда этого слова сюда образовался этот она считывается как субъект мнения что же это такое что есть каждая программа там как будто говорит вот эта магия то есть эти интерференты то есть это событие она находится в твоем пространстве каждая из их на но события находится в пространстве каждого человека и когда созревает она чтобы выйти наружу то человек неосознанно чувствует какие-то тревогу какие-то мысли аналогия какая-то но он не понимает что это так куда-то я улетела вернись и которые к тому событие когда я дала разрешение потереть эту корону что это было за на физике на физике я вижу что этот иосиф как-то что-то тебе говорил и он предал тебя он подгадал время что мне тогда сказал ну я слышу без тебя не обойтись вижу такой черный шар и он так тыкнул пальцем в этот шар и проткнул прогнул его и он превратился такую лепешку когда он говорил это я слышу что он создал прецедент убийство детей так он что его убил нет не убил на набил вот этого которого подменили вместе с миром в этой аэ софии подавали я не вижу этого но идет информация что убил может мое подсознание я не хочет сознание на это смотреть на вернемся к этому событию когда он уговаривает говорит меня что без меня не боитесь да я вижу как ты садишься собираешься садишься на лошадь уходишь в поход едешь куда-то а в чем обман состоял убрать за дороги и снова это слово странная предтеча и это имеет отношение к этому младенцу подмененному который вот так вот сосет грудь миря она плачет и у нее подключилась такая как подключка образовалась она чувствует она считывается как принесенная в жертву то есть ее поставили в такое положение что ее подсознание знает все и она чувствует эту предательство я слышу что предательство с одной стороны это тормозящая сила я уже это слышала что это тормоз с одной стороны но с другой стороны это залет сознания потому что предательство она ранит я вижу что это как копьем просто вот сюда в руку и там прямо я слышу как эти ткани разрываются это самая глубокая рана душевная рана которая причиняет с одной стороны боль а с другой стороны я слышу включая сознание ну что если это все буквально я вижу чувствую это перетравить и выйти на на поверхность сознание то есть как посмотреть на это со стороны и разрешить этот вопрос вернуться обратно в это время тогда это предательство аннигилируется мне идет что самый у первотворца самое важное качество это любовь преданность верность а у антимира наоборот подступ в подмена предательство я вижу как ты говоришь я не пойду и берешь вот этот поцелуй вот так рукой отодвигаешь и забираешь эту корону и почистил ее вот так рукаву одежда тебя красивая такая плащ разноцветный шерстяной из шерсти сделан тканый узоры такие то а под низом как рубашка белая пленая мягенькая аналогичная ситуация с савельем потёр эту корону и она превратилась в такой шар золотой шар и ты ее вот сюда под левую мышку взял и так вздохнул и этот шар вот так наполнил все пространство твое и ты выходишь оттуда и это копье вот как я слышала как входит в эти ткани разрывает их вот так точно сейчас эти звуки только выходит и и вижу как это копье ударило этого илью я слышу илья аримафейский ударила его прямо в голову там где третий глаз и там где у него это штуковина была в голове как будто такая как грелка знаешь она считывается почему-то клизма может потому что там такая подключка к сектору интерферентов и это накачивает он накачивает свою голову этими иллюзиями потом распространяет эту ложь и эти иллюзии вокруг себя и это копье ударило ему просто туда и эта штуковина отвалилась и полетела вот туда в сектор интерферентов то есть это иллюзия обман это история которую он скрывал я вижу как карму получает не только человек не только он а все вот эти три части которые разделены я вижу как черная энергия с него так из подмышки а он выглядит знаешь на как то как кожан летучая мышь вот как летучая мышь секретно летучая мышь ночью летает это символ секретности я слышу подлости и этот черный шар начинает вот так слышу долбаторить вот тот источник этого зла и оттуда выходит этот младенец душа григория его часть я вижу как меняется эта ситуация и валерия рождает почему я сказала валерия а я вижу ее лицо рождает этого мальчика и сразу его груди и и у нее это черная программа предательство тоже уходит и сердечная часть чакра засияла и эта ситуация которую я видела где этот григорий ходит по этим белым какое-то белое здание считывалось как монастырь и она так пух и рассыпалась его нет то есть это уже отменилось событие и я увидела его лицо как дедушка такой и он заулыбался и говорит я приду снова закрыл дверь ушел приказываю или этому духу люциферу забирать все их не воздействие их ними руками последствия из всех событий подстроены ими я вижу как ты это воплощение обратил внимание на илью ты как будто бы подзорную трубу вот так смотришь но ты еще не осознавал что это зачем ты смотришь и и и как будто бы говоришь я вижу его это он вылечаю вижу какой-то глаз сейчас я посмотрю кто это какой-то человек замотанный в такую черную тунику на голове челма как будто бы черная и так лицо закрыта черной тканью и только левый глаз кто это такой приказуем и называться что он там копает в секторе магии он говорит что он спрятал труп иисуса кто он такой приказуем написать его имя так он какой-то педуин вижу что он как разбойник какой-то кто это бедуин приказываем отвечать кто он такой говорит на каком-то языке я вижу что он как будто бы похоронил где-то в пустыне кого-то говорить что он похоронил следы преступления его преступления у него такая под ключ как будто он плетет косу вот как к руке к твоей и три такие черные энергии сплетены одна уходит в секторе интерферентов другая в сектор духов третьем сектор магии и он снова идет информация его похоронил кого его приказуем отвечать кого он похоронил он говорит мальчика любви а спрятал его тело говорит это григория но я вижу что этот мальчик как такой подросток ему лет 10 лихось да это царская кровь кто этот мальчик он говорит что он был рожденный и украден а этот бедуин сейчас я вам скажу пусть он заткнется чуть-чуть постоянно что-то говорит что-то говорит он оправдывается его душа там находится в секторе интерферентов и он оправдывается что он не хотел что его заставил илья и показывает на илью ну это раз его заставили это его было решение поддаться если он хочет отменить это его решение поддаваться и илью пусть он ее отменит это его право что-то слышу какие-то голоса и как будто бы этого мальчика ударили вот так по затылку где затылок знаешь вот чем-то острым и этот удар уходит к этому илья обратно а этот бедуин берет этого мальчика то есть не ударяет его он его ударил а теперь не ударяет от меня это решение берет его за руку и схватил на руки а вот такой подросток и несет куда-то он его несет и там такой как здание какое-то и он говорит мальчику они присели чтобы тихо быть потом он передает этого мальчика и говорит сохрани его семя и этот мальчик уходит с этого пространства в сектор первого творца я передаю его божественной душе всю информацию из наших сеансов чтобы он освободился полностью и чтобы он отдал карму каждому насильнику во всем вопросе во всех воплощениях про всех событий во всех временах все дают карму это произошло я сейчас вижу как ты считывается как святое семейство ты твоя жена и этот ребенок царский сын все вместе вот так вот получилось какая-то вот так ты жена а тут этот ребенок какой-то такой как трезубец получился тег треугольничек сверху она вот так вот не только она круглая такой вот так ты побольше а потом эти поменьше это как цветы еще рисует такие знаешь вот так а листочки вот так царские гербы вот этот еще знак царский цветок да вот это получилось это и ты говоришь геральдический фокус так получается сейчас его душа свободная дали бы он как ангел стоит секторе первого творца огромный ангел с огромными крыльями он идет информация я чист хорошо 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 Виктория возвращайся к моему эфирному телу посмотри сейчас как я выгляжу я предлагаю вот этот имплант убрать считывается как секира сзади головы энергия вот так проходит наискосок сзади как будто бы поддевает черепную коробку и вода вот проходит там мимо вот так и выходит вот здесь где-то а здесь как будто бы слышу центр внимания это как раз событие что это за событие на физическом плане когда это появилось я слышу предательство сына это то что вы что мы рассмотрели имплант он остался имплант это те я слышу завязанная гармония то есть использованные эти все механизмы антимира чтобы завязать гармонию в негативные события это то что в начале вышло что у тебя были как бы свое собственное жизнь и по собственному плану все твои события были запланированы а вот это вмешательство вот как оно выглядит то есть эти импланты это те энергии которые я в совокупности с решениями твоими этого очень интересно потому что вот так оно работает в каждом человеке все дано по воле человека если нас кто-то обманул то обманщик получит карму а у нас есть возможность всегда жертва есть возможность исправить все я вижу как ты берешь это центр внимания этот черный то есть они тебя как бы приковали твои внимание вот сюда да то есть и она близок близорукости вижу потому что ну нужно смотреть далеко она вот здесь да а наше духовное зрение центр зрения он же уходит аж к первотворцу к его божественной душе к его центру то есть мы стремимся познать первотворца его кона его святость и нет предела этому совершенства совершенства здесь наоборот вот это как заколочка приколочка такая знаешь очень близко я вижу как-то это убираешь приказывай этими клиентам этому или забирать его их ними руками все их не воздействие чипы импланты ложь снова проявился этот как микроскоп тот момент когда ты ну как бы клюнул на этого илью это берешь это и все так комкаешь скомкал скомкал выбросил вижу как ты взлетаешь как ангел вверх и встал на каком-то и радуешься смеешься и говоришь вот так руки показываешь говоришь я свободен показываешь вот этот плащ который захватил этот илья который утягивал сектор интерферента и говоришь мой сын жив показываешь его вот вы и родили с валерией в духовном плане своего сына то есть освободили потому что только любовь гармоничная любовь может вернуть к жизни наши очищаю пространство всю карму все их не дела отдаю антимиру или люциферу все эти подставы пусть получает карму я вижу как вырастает такой рок черный там где стоял и этот как его считывается пьедестал но это кресло где король там царь сидел замки и поднимается именно вот к этому золотому кругу как тарелка вот эти мусульманские эти круги такое тогда а ты это видишь и я вижу как сквозь это выходит этот рок начинает вот так наклонился и уходит сектор магии и этот илья удар в пощечину получил как он поцеловал то есть его карма к нему вернулась а ты смотришь а там выходит твоя божественная слышу рука такая огромная энергия сияющая она выходит это пространство вывернулась как бы наизнанку и этот трон отсюда вышел с руки и так у такой удар и закрыл тот портал а это кольцо этот круг упал и так как жестянка ты дин 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 желтый этот типа золотой какой приказывая или забирать все его фальсификации все его искажения забирается всех воплощениях ты показываешь я вижу на второй этаж там такой второй этаж и как балкон и а ты показываешь так радуешься кореш я здесь был я вижу как все это пространство освещается я вижу как замазывают такой белой краской какой-то как известью ты говоришь они за замазали мой лик там фрески такие верни освети свое место пребывания где ступала твоя нога во всех воплощениях наполняй светом любви и гармонии процветания каждое место каждое событие очищаю наполняя светом все что касается моего разума и руки все очищая и наполняя жизни и гармонии любви все чужеродные энергии отправляя на не делятся снова я слышу слова быки вижу какие-то подпоры и там трещина это символизирует как этот храм треснул там такая штука купол тяжелый наверное да он такой тяжелый и они какие-то быки поставили а это символизирует я слышу раскол сознание божественного бытия то есть это взаимодействие с этим антимиром излечив все изъяны в твоем пространстве убери причину шума голове ушам исцели твои физическое тело все эфирные тела каждое событие наполняй светом гармонии чистотой я это делаю наполняю исцеляюсь ой как интересно слышу ты говоришь я есть я был я буду быстренько поблагодарил и ушел сделала так мешок шмыгнул как в сектор первотворца в ту сторону хорошо виктория когда очищаем пространство все чужодное все отправляем в портал закрываем портал и поднимаешься вверх отсоединяйся от всех и всего до проверяй твое личное пространство все чисто хорошо виктория я тогда посчитает 1 до 3 ты увидишь физическую реальность действия бы разговаривать будешь себя чувствовать великолепно 1 2 3 возвращайся